Здравствуйте! Вы смотрите программу телекомпании Горд. Время говорить. Грянуло начало недели, а следовательно, сейчас мы подведем некоторые итоги выходных, а также расскажем о новостях дня сегодняшнего. Коротко о главных темах этого выпуска. Всем свой срок. Вынесен приговор бывшим руководителям в структуре Рязанского областного управления МЧС. Такое утро в понедельник. В Рязани на улице Ищедрина упавшим деревом накрыло сразу несколько машин. Бой начинается с поклона. В Рязани прошло первенство по каратэ. А теперь во всем подробнее. Бывшие довольно высокопоставленные работники областного управления МЧС получили приговоры за коррупционные преступления. Суд состоялся в пятницу. Сегодня официально о мерах наказания. Но вначале напомним, с чего все начиналось. Итак, следствием и судом установлено, что бывшие начальники реализовывали план, введенный в практику еще незабвенным Гоголевским Чичиковым. Они оформлены на аттестованную должность человека без фактического выполнения им служебных обязанностей. Зарплату этого персонажа руководители распределяли меж собою. Почти как в песне. Тихо. Меж собою делим мы зарплату. Так они еще и взятку получили. Все от того же гражданина. А один из подсудимых, а на неосужденных, потребовал позже еще одну взяточку. Аппетит рождается во время еды. Половину денег он получил, а на передаче второй части суммы его и взяли. Также в деле фигурирует такой же вовсе некрасивый эпизод, как присвоение вышестоящим начальникам денег, выделенных на премирование сотрудников. Преступления серьезные, но реальный срок получил только один из подсудимых. Суд признал виновными Ловцева, Климешкина, Панченко. И учитывая совокупность мягчающих наказаний обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, роли в совершенных преступлениях каждого подсудимого, назначил наказание Ловцеву по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в справительной колонии строгого режима и со штрафом в размере 13 миллионов 400 тысяч рублей. Климушкину по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. Наказание считать условным, с испытательным сроком в 4 года. Панченко по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить окончательно наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. Назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в 4 года. К другим темам минувших выходных. Вчера в Заборевском сельском поселении прошли выборы Совета депутатов и, соответственно, главы местного парламента. Напомним, в ноябре прошлого года Заборьевский совет был попросту распущен за неисполнение обязанностей. Причиной стало соответствующее решение суда. Теперь вот опростоволосившийся совет получает новых депутатов, а также главу. Уж они-то свои обязанности должны будут исполнять Риян, а то второй такой скандальчик уже будет поводом для того, чтобы вызвать специалистов из Книги рекордов. Всему, даже русскому безделью, должна быть мера. Вот что рассказали нам сегодня в областной избирательной комиссии. По словам работников областной избирательной комиссии, в ходе голосования от избирателей и наблюдателей поступило более полутора десятков жалоб. По итогам голосования главой Заборьевского сельского поселения избран Виктор Сидоров. Отметим, что до момента выборов он временно возглавлял местную администрацию. Результаты выборов следующий победил кандидат в выдвинутый ЕГИ России, это Сидоров Виктор Григорьевич. За него было отдано 1363 голоса, что составило 81,13%. Также надо сказать, что явка на выборах в Заборьевском сельском поселении была весьма высокой. На участке пришло более половины избирателей. Продолжаем программу. Февраль показывает характер, а он у него очень уж капризный. То холода мороз, то тепло да солнышко. А потому рязанским спасателям дремать не приходится. Главное, их причина главной боли – любители подлёдного лова. Им не страшен ни мороз, ну что вполне обычно, ни оттепель, что, согласитесь, пугает. Сегодня Оксана Тебенихина изучала ситуацию с погодой в Рязани, а также стала репортерским посредником в передаче «МЧС наказов отчаянным рыбакам». Ранняя весна застала рязанцев врасплох, как и некогда резко наступившее январское похолодание. Только повышение температуры пережить всегда легче и приятнее, нежели густой мороз. И будем надеяться, что зима-таки на радость людям уступает место желанной солнечной весне. «Преобладающие температуры воздуха в ночные часы от минус 4 до плюс 1 градусов Цельсия, дневные – от минус 2 до плюс 3 градусов. Средняя суточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7-9 градусов. То есть сейчас погода соответствует 20-м числам марта». Вот уже и городские катки стали прудами. По всей видимости, их закрыли до следующего декабря. Весь лед на них растаял. Кстати, тает он и на водоемах, причем довольно интенсивно. И это становится весьма опасным для любителей зимней рыбалки. «Хотелось бы, прежде всего, обратиться к гражданам Рязанской области, гостям, о том, что вот этот период, который сейчас на улице, эти перепады от плюса к минусу, они приводят к тому, что, хотя на большинстве внутренних водоемах толщина льда достаточно безопасна, но на реках из-за течения лед очень слаб». Будем надеяться, что не пройдет и двух месяцев, как мы ощутим настоящее весеннее тепло. А пока берегите себя. Ждать осталось совсем немного. Сегодня наши репортеры сняли не то, чтобы катаклизм, но очень неприятные для горожан явления. Дело в том, что в феврале, как правило, приходит порывистый ветер. Об этом мы говорили. А с ними вот такие вещи, как понедельничное падение на улице Щедрина. В результате падения большой ветки пострадали три автомобиля, припаркованных аккуратно под, как теперь выяснилось, трухлявым деревом на улице Щедрина. Очевидцы говорят, что дерево упало на машину еще ранним утром. Именно поэтому удалось обойтись без травм. Теперь владельцы автомобиля собираются обратиться в суд с требованием возмещения материального ущерба. Такие коварные стволы накоренились в Рязани во многих местах. И не факт, что они будут падать строго по утрам. А потому в период февральских ветров надо обезопасить городские улицы от неприятных сюрпризов. Так что рязанским коммунальщикам надо взяться за топоры в интересах здоровья горожан. В Рязани, как и в жизни, все идет своей чередой. Что-то падает, что-то утверждается во весь рост. Вот и сегодня на улице Щедрина упало дерево, а на советской армии нерешимо встал долгожданный светофор. На улице советской армии, наконец, пустили в эксплуатацию светофор. Этот факт особенно радует, так как именно на этом участке дороги наезды на пешеходов происходят с незавидной регулярностью. Причинами тому являются скудное освещение, широкая и относительно неплохая дорога, а соответственно оживленные движения. И густые деревья, не позволяющие разглядеть знак пешеходного перехода. В общем, целый список отрицательных для людей нюансов. Светофор здесь был необходим изначально, ведь в этом районе проживает много пенсионеров. А школьники, которые бегают на учебу и обратно, зачастую пересекают проезжую часть там, где им вздумается. Значит, светофор построен за счет средств областного бюджета и городского. За счет городского бюджета зарасходно порядка 100 тысяч рублей, а областного бюджета – миллион рублей. И чем сложность данного участка? Раньше тут пешеходный переход имел нерегулирован, он был. Но ситуация тут также была сложная. Довольно-таки часто происходили дорожные транспортные происшества, наездные пешеходов. В чем сложность? Это широкая проезжая часть, то есть по две полосы в каждом направлении. Плюс связывает данный пешеходный переход два микрорайона. И слева от нас находится средняя школа номер 50. То есть путь учащихся в эту школу проходит через данный пешеходный переход. Кстати, светофор с кнопкой. Хочешь перейти дорогу – нажми и жди две минуты. И все равно ведь будут перебегать, когда надо и где хочется. Да и водители, не привыкшие к изменениям, в частности к светофору, будут проезжать не глядя. Такова наша российская сущность. Живем не по закону, а по привычке. А в Рязанском госуниверситете открылась экспозиция на олимпийскую тематику. Здесь были спортивные звезды прошлых лет и наш корреспондент Наталья Новикова. В Музее истории Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина открылась выставка, посвященная выпускникам и преподавателям этого вуза, участвовавшим в Олимпийских играх и международных соревнованиях разных лет. В экспозиции представлены фотографии спортсменов, газетные публикации, дипломы и награды, полученные студентами университета в течение последних десяти лет. На открытие выставки была приглашена самая титулованная выпускница, 17-кратная рекордсменка мира и трехкратная рекордсменка Советского Союза по прыжкам с парашютом Зинаида Курицына. То, что Олимпиада проходит в нашей стране, это как-нибудь повлияет на развитие массового спорта? Как-то привлечет людей заниматься? Ну, это привлечет людей, естественно, особенно те виды, которые... Где вот у нас в нашей Рязани, например, есть каток сейчас, и идут дети заниматься тем же фигурным катанием. Хоккей сейчас у нас хорошими темпами развивается и другие виды. Исполняющий обязанности ректора РГУ Сергей Пупков поблагодарил организаторов выставки. Его фото также размещено на стенде, так как Сергей Пупков является председателем Бризанской областной федерации шахмат, вырастившим нескольких известных мастеров древней игры. Что касается студентов, они с удовольствием знакомились с Олимпийской историей родного университета. А некоторые рассказали нам о том, какое место спорт занимает в их жизни. Вчера в Рязани прошло первенство города по каратэ. На татами выходили самые юные бойцы, которые, кстати говоря, показывали отнюдь не детскую подготовку. Это первенство вновь проводилось под знаменами региональной федерации стилевого каратэ. Такие турниры стали традиционным смотром сил в начале каждого года. Сейчас эти спортсмены показывают навыки выполнения формальных комплексов – ката, а также умение вести свободный бой – кумите. На турнире было продолжено опробирование оригинального метода испытания сил бойцов. Они выходили на ката, а потом сразу же вступали в поединок между собой. Этот формат – ноу-хау областной федерации. Теперь мы привязываем в таких соревнованиях детей и ката, и кумите, чтобы они готовились одновременно одинаково с выкладкой и к тем дисциплинам, и к другим дисциплинам. В принципе, получается неплохо по этим соревнованиям. Первенство проходило, как всегда, очень демократично. Вместе с опытными, несмотря на возраст, бойцами над татами пробовали силы. Начинающие каратисты – они смотрели, как ведут бой взрослые спортсмены, одновременно учились и болели за товарищей. Так, говоря высоким стилем, закаляется сталь. А несгибаемые бойцы любого возраста федерации нужны. Рязанская команда уже зарекомендовала себя на самых престижных турнирах. Недавно наши привезли главный приз крупного турнира в гусе хрустальном – самую настоящую катану – самурайский меч, выполненный из чистого хрусталя. Возможно, это результат нового подхода к методикам тренировки, который тоже зародился в тренировочных залах региональной федерации стилевого каратэ. Здесь начинают бойцовский путь с пятилетнего возраста. Еще раньше стали брать. И четыре с половиной годика, и четыре годика у нас есть. И даже по вчерашним сборам, которые мы провели подготовительные, дети достаточно очень хорошо делают. Оправдывают. Так что новых успехов вам, молодые и самые маленькие бойцы. И не забывайте, что даже суровый бой в каратэ начинается с вежливого поклона. Яме. Это правило надо суметь привнести и в обычную жизнь. Сегодня в нашей студии был рязанский депутат Государственной Думы Николай Булаев. В частности, он рассказал о последних новостях, связанных с проведением в этом году единого госэкзамена. И в своем разговоре в этой связи с министром образования России Дмитрием Ливановым. Напомним. Ранее сообщал, что вузы по приказу Минобранауки могут по своей воле изменить список вступительных экзаменов для абитуриентов в этом году. Николай Булаев и еще ряд депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» порекомендовали министру занять более последовательную позицию. Вот фрагмент записи. Мы хотели бы, чтобы абитуриенты, родители были информированы об изменениях задолго до начала приемной кампании. Приемная кампания у нас через 2,5-3 месяца начинается. ЕГЭ сдавать, по сути дела, некоторые начинают через месяц. И вдруг мы меняем правила игры. О чем мы договорились? Первое. Министр сам об этом сказал, что они будут принимать меры максимального характера, для того, чтобы перечень предметов остался такой же, каким он был в прошлом году. Такая позиция им была озвучена. Сможет ли он ее реализовать в полном объеме, у меня есть сомнения. На будущее, для того, чтобы таких ситуаций не возникало. Что мы предложили? И мы сегодня-завтра внесем законопроект, который позволит нам поменять закон об образовании. Менять правила игры, если ты хочешь. Нужно теперь будет не в феврале, как сейчас, а 1 сентября предыдущего года. Вот если у вас есть желание что-то поменять, 1 сентября объявите, чтобы человек сориентировался задолго до того, как начинаются выпускные экзамены в школе и приемные кампании в УЗИ. Что касается этого года, мы наставим на том, чтобы предметы сохранились те, которые были в 2013 году. Кроме того, Николай Булаев сообщил о законодательных новшествах в российской избирательной системе. Сразу после нашей программы выйдет в эфир проект подробностей, где вы увидите интервью с депутатом Госдумы. А у нас на сегодня все. Хорошего вечера. До встречи завтра в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин